Всем привет! С вами я, чувак Маша. Сегодня я покажу свой обязательный разогрев перед тренировкой, который вы должны каждый раз, когда занимаетесь, делать его перед своими занятиями. Это очень важно, потому что вы можете что-то потянуть, что-то разорвать, даже какие-то мышцы, поэтому обязательно надо разогреваться. Думаю, каждый спортсмен об этом знает. Даже перед бегом надо немного размяться. Итак, поехали! Начнем мы, естественно, с шеи. Делаем наклоны в правую, в левую сторону, вперед и назад. Делаем это плавно. На протяжении одной минуты. Теперь делаем круглые движения в левую сторону. И вправо. Можно поделать вот так вот. Дальше у нас идут суставы. Естественно, мы их прокручиваем. Сначала к себе, потом от себя. Вперед и назад. Это в одну сторону и в другую. Дальше у нас идут наши пальцы тоже. Это важно. Потому что если вы стоите на руках, если вы делаете какие-то отжимания на пальцах, у вас нагрузка вся выходит, естественно, в них. Поэтому их тоже важно разогревать. Хрустеть пальцами это нежелательно, потому что это все-таки неправильно. Вот так вот делать. Это не надо. Мы просто берем вот так вот. От себя. К себе. От себя. И тем самым еще прокручиваем локти. Теперь прокручиваем локти. Стараемся держать ровную линию. Так как если вы будете держать вот так вот и делать, ну, это тоже будет прокручиваться, но желательно еще держать. Это естественный разогрев, но немногие о нем знают, что надо разогреваться обязательно. Сделали. Так же. Вот так вот потянем немного назад. Целую. Лопатки, спину вместе с плечами. Подтянем бока в правую и левую стороны. Теперь плечи. Сначала вместе. Так же можно поделать правой левой рукой. И просто сейчас мы без рук поднимаем и опускаем и прикручиваем плечи вперед и назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Можно вот так вот еще поделать. Тоже как бы есть такие упражнения. Вот. Как бы мы разогрели основную часть. Выпрямляем ноги. Колени. Тоже очень важно. Так же как и ноги. Если у вас нет ничего. Допустим, есть спортсмены, ну, которые, естественно, гимнастки, танцоры, то им надо тянуть пальцы. Есть еще йога. Мне тоже нужно тянуть пальцы. Поэтому надо тоже разогревать подъемы, стопы. Своя хил тоже надо разогревать. Вот. Голеностоп. Поэтому мы начнем. Мы садимся. И вот так вот делаем. Пяточка, носок. Пяточка, носок. Думаю, это всем привычно. Вот. Потом делаем через первую позицию и обратно. Также те, у кого объем на стопы большой, то есть это уже, ну, те же самые гимнастки или танцоры, мы, допустим, разогреваем стопы вот так вот. Мы садимся на подъем обязательно. Перед каждой тренировкой. Потому что, если вы нечаянно упадете на подъем, то вам хотя бы не будет, ну, что у вас не будет хрустеть вам. Потому что с каждым годом, чем больше ты растешь, то у тебя больше хрустит подъем. Ну, потому что кости меняются все-таки вот. Поэтому надо обязательно разогревать. Так, теперь из этого же положения мы берем одну ножку. Желательно сначала не высоко, а потом чуть выше мы поднимем. Противоположную руку. То есть у меня левая нога и правая рука. Итак, теперь мы вот так вот садимся и тянемся к правой ножке. Потянулись. Теперь сделаем еще раздок. И теперь поменяем ногу на левую. Потянулись еще раз. Теперь мы садимся в лягушку. Но сначала немножечко надо похрутить составы бедер и ног. Потому что очень сильно может хрустеть все. Чтобы этого не было, вот так вот можно поделать. Одно бедро мы просто берем и кладем в невыбородную позицию. и чуть-чуть надавливаем. И так делаем не очень резко, но чуть быстрее. И теперь садимся в лягушку и начинаем ее тянуть. Сначала мы просто сидим, не качаем резко. Это не очень правильно. А просто сидим. Вот у меня лягушка есть. Если у вас нету, естественно, это разная выворотность бедра. У каждого все по-разному. Особо лягушку я не растягивала. Это просто у меня выворот бедра, поэтому у меня очень хорошо с лягушкой. У каждого это называется по-разному. Это бабочка какого-то называется. Да, когда вы разогреты, это можно делать, пружинить коленками, но если вы не разогреты, то зачем это делать? И если она тем более у вас не растянута. Вы можете подальше ноги поставить и чуть-чуть потянуть, то есть вперед чуть-чуть корпус подать. Вот. У вас может где-то в каком-то месте тянуться. Ну, а теперь ноги поближе мы берем и тянемся вперед. Пытаемся тянуться вперед с равной спиной. Также можно руки взять вот так вот и в русалочку и ровно так же все делать. Делаем, естественно, с понижением. Если вы в одном положении уже все можете и вам не больно, естественно, вы дальше продолжаете. На самом конце у вас будут вот здесь очень болеть. но это очень даже нормально и это хорошо. Давайте потянемся к правой ножке. Делаем пять раз. Два. меняем ножку. Раз. Два. Три. Четыре. пять. Пять. Теперь можем немного погнуть спинку. Итак, вот так поделали. вот так вот мы не закидывая голову в этом положении остаемся около двух минут. не закидывая голову потому что в этом положении очень хорошо разогревается спина и если вы запрокидываете голову назад то у вас ну не будет того что с ровной шеей будет. Поэтому лучше не закидывать голову и плечи не поднимать из-за этого смысл упражнения теряется. лучше плечи вести назад ну как и лопатки. Колени мы стараемся держать прямыми. Можно согнуть одну ногу и вторую. Также можно вот так вот встать на подушечке пальцев и повисеть. Тоже очень хорошо расслабляет. Можно поделать кошку собаку. И теперь можно сесть в позу надеться. Также чтобы разогреть наши мышцы шпагата можно поделать вот такие выпады для тех у кого профессиональный уровень подготовки для профессионалов им можно выпаде стоять даже на подъеме и брать руки вверх. Думаю так делают многие поэтому из тех кто занимается профессионально а тех кто начинает только естественно вам лучше просто стоять сначала хотя бы понимать как это делать и дальше вы можете сгинать ногу чтобы подтянуть правильно бедро и садиться потом дальше на правый левый или даже поперечный шпагат выпады в поперечном шпагате он выглядит вот так вот вот и желательно чтобы у нас допустим наша нога стоит попа была где-то между ними потому что если она уходит назад то это немного неправильно да не у всех оно будет но стараться быть чтобы это было все на одной полосе вот поэтому на этом наша разминка перед тренировкой заканчивается всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки всем пока пока не забывайте